Гонки на льду в самом центре столицы стали любимой забавой для автолюбителей. В минувшие выходные на заливе Чебоксарца стали свидетелями ежегодного ледового заезда. Волжский трек. Огромная скорость, фонтаны, снежные пыли. Картина по-настоящему захватывает и завораживает. Конечно, не Формула-1, но очень впечатляет. В столице Чувашии в скорости и мастерстве состязались 48 автогонщиков. Вообще у нас ледовые гонки проходят ежегодно. То есть в рамку чемпионата республики по ледовым трековым гонкам проходит класс стандарт, два класса спортивных и пять классов стандартных автомобилей. То есть эти гонки у нас проводятся уже на протяжении шести лет. Соревнования проходили в четырех зачетных группах. В классе стандарт выступали автолюбители из серийных авто и обычной шипованной резине. Для опытных автоспортсменов устроили массовый старт. Зрелище было, что надо. В одном из заездов даже чуть не потребовался фотофиниш. Участники шли ноздря в ноздрюм, но все решили долей секунды. Кстати, в одной из групп сражалась прекрасная половина автовладельцев. Для меня это уже вторая гонка. В прошлом году, я считаю, что практически совершенно чудом мне удалось победить. Я впервые села в машину, в чужую машину, впервые выехала на лед. Ну и, как я говорю, наверное, с испуга получилось завоевать первое место. В этом году все гораздо более осознанно. Во-первых, я пересела сейчас уже на свою машину. Мне уже сейчас не так страшно. Опыт есть. И в результате тренировочных заездов я поняла, что соперники в этом году достаточно серьезные. Виталий Чекушкин – самый юный участник заезда. В свои 13 лет он уже второй раз пробует силы в гонке. На льду рулить сложнее, чем на дороге, признается водитель. Но по его собственным признаниям, опыта ему не занимать. В 4 года я ездил в садик у папы на коленах на 12-й. Я не мог достянуться до педали, поэтому я просто сидел и крутил руль. Волжский трек стал прелюдией к очень важным соревнованиям. 26 февраля и 5 марта в столице Чувашии пройдут этапы Кубка России по ледовым гонкам. В нем мы увидим лучших спортсменов нашей страны.